Ну, уже начинается час пик. Уже движуха-движуха. Кстати, пальмы, вы знали, что их в Америке не было никогда? Это все привезенные. Они были там в Доминикане, везде-везде, но на американском континенте их не было. Интересный дом такой. Там все зелено. Необычный. Начали грузиться обратно, ну, на Нью-Йорк. И сейчас стою в Ауди и двухлайновая дорога. Ну, вот, вот так вот. И перекрываю прям до хрена, много чего нарушаю. У меня в Лос-Анджелесе бы а-та-та, как новое сиденье, только кожа серая. Ну, и как бы выглядит по-страшному. Была бы черная, просто было бы лучше. Вот. Платят из Флориды очень плохо. Но маленькие деньги иметь стоит. Пытает? Правильно. Всех шлангов. Знаете, где они? Вот здесь. Вот здесь. Да, смешно, если... Было бы смешно, если бы не было так грустно. Сейчас надо что-то делать. Будем ремонтить. Что-то упало. Кто-то мне тут нахимичил. И отсюда вот все вырвалось. И понеслось, понеслось. Все вырвалось, все замотало. Хреновое дело, короче. Встаю в середине Майами. Непонятно где. Сейчас надо искать на трекстап. Покупать шланги. Короче, болею, говорю. Мало. Приехал, купил шланги. Свети, тифон, изоленту. И сейчас мне на 595-м трекстапе все поменяю. Не знаю, сколько возьмут. Сколько бы не взяли. Семьи шланги перекручат новые. И вот эти штуки, которые прикрепляются к трейлеру. И все, я поглядываю за трейлером. А трейлер стоит. И туда мой друган отправил свою жену. Чтобы мы этот сет никуда не утащили. Но я на прицепе оставил бумажку, что драгоценный замечательный полицейский департмент. Не тащите меня никуда. Я поехал за запчастями. Я сломался. Сейчас приеду. Типа поставил еще время выезда. И телефон оставил. И ID оставил. Поэтому, если что, там все есть. Короче, я сам все сделал. Не знаю, как будет работать. Поеду цикать трейлеру. И спать ложиться. Умотался карпет сегодня. Надеюсь, что у меня все получилось. Я думал, колесо там пробьется. Нет, колеса... Ну, нормально. Там все да и есть. Но не порвало. Все хорошо. Ну и здесь все. Все вот так вот. А завтра заизолирую кабель, который идет на трейлер. И все, и будем грузить и доставлять. А это обычный утренний трафик майамский. Ничего не происходит. Интересно. Все потихоньку едут. Есть экспресс-лайн слева. Вон там какие-то денежки стоят небольшие. Будут копы кого-то, как только что отжали. Бла-бла-бла. Что-то не так. Сегодня облака. Вчера были облака. Хорошая погода. 80. В Фаренгейтах. Вот так вот. Мы сейчас едем на юг в Майами. Отдаем в Шелби. Забираем Порше. И поднимаемся на север. Забираем вон дровер старый какой-то. И едем в Орландо. Две тачки забираем. И где-то еще, не знаю, еще одну машину надо. Приехал. А вместо меня стоит какой-то другой чувак. Страшные люди какие. Короче, вот сюда мне нужно доставить все. В Майами хорошо. Прям шикарная погода. Пока пойду. Сейчас он разгрузится, увидит. И я встану на его место. А так вот. Вода прям вот за этими зданиями. Океан находится. Это все здорово. Но очень мало места, чтобы выехать. Всякие старбаксы. Огромные здания. И мне нужно будет вот на этом берегерске как-то выехать вперед. И повернуть. И ничего не задеть. И уехать вон туда. Когда я пешком пошел. Инезапная херня. У меня оказывается электрокабель. Вот эти вот пины жли внутрь. И они не достают удаленные розетки. Сейчас придется это все разбирать. А я уже на доставку приехал. Короче, электричество меня не любит. Я его тоже. Но охуя делась. Будем ремонтироваться. Иначе просто прицеп не работает. Очередной пикап. Порше забираем. 20-й год. А 911-й. Так выглядит. Короче, вот то здание. Это огромный шоу-рум. Всяких огромных дорогих тачек. Я тоже разложился. Мне освободили парковку. Вот этими стаканами. И сейчас пойду заберу автомобиль. Они здесь тачки ремонтируют. То есть в запчасти пришли. И огромный персонал. Который все выставляет. Принимает и все такое. Все, забрал я Порше. Сейчас будем грузить его. Встанет он у нас вон туда. Самый ночной он. Низкий. Уголпный в этом паре. И у него нет складывания зеркал. Все автоматические. Почему-то они на этом загородили. Я уж не знаю. Но красивый Порше. Красивый. Прямо. Но салон серый. Салон серенький. И, блин, спорное решение на самом деле. Ну ладно. Хозяин барин. Все. Полотенчика берем. О, блядь. С собой. Потому что, потому что, когда открываешь двери, либо вылазишь, вот так вот его кладешь, чтобы не поцарапать ничего. Вот. И нам на это мы оставим здесь. Потом вернемся и поднимем ворота. Дальше поедем. Все. Ревни здесь. Уболтаются. Смысл нет. Укладывать заново. Потому что, ну, нафига время тратить. Машина заехала, закрепил. Вот. Здесь впереди мы его закрепим. Вот на эти два ремня. И сзади на какой-то из этих ремней. Не знаю еще. Посмотрим. Ну, в общем, вот. Рампы верхняя. Поднимать тоже нет смысла. Он довольно низкий пролезет. Потому что только что я выдавал мустанга. Все было хорошо. Да, и электрокабель я починил. Дальше. Вот так вот и заезжаешь. Там тоже справа больше места осталось. Можно потом залезть. А, ну, с правой стороны. Букольно. Отъехал с пикапа один квартал. Еще один. Дилер-жип продает тачки. А вон там за мной большущий, огромный магазин Теслы. Ну, красиво здесь. Здесь прям вот именно здесь красиво. Ну, так все новенькое, прикольное. А остальное, сейчас, с Майами, какая-то буфлая. Ну, такая одноэтажная, старая. Сейчас будем Форт Лоттердейл забирать. Очень старый Land Rover. Точнее, он очень плохо сохранился. Он не старый относительно, но хреново выглядит. Надо забрать. Это вот прям, да? Вот, да, вот по ямушке. Прям хорошо. Много крестинец, много живых домов. Только что проехал виллу Виская, по-моему, называется. Ну, ее не видно, если заболе. Но она там есть. Можете погулять. Грязь, да. Ну, если вам нравится жить в бетоне, окей. Ничего бы нет. Все, сейчас мы погуляем в Форт Лоттердейл. Там какой-то, ну, прям совсем трэш. В Форте Лоттердейл. Камеру подвестим. Какая-то промзона. И вот эта вот хрень, он в пленке. Оказывается, он в пленке. Вот. И эта пленка вся потрескалась, выгорела. Если ее снять будет, наверное, все нормально. Нет, не в пленке. Но был в пленке. С той стороны вроде. А нет, пленка. Да, пленка. Короче, не запускается. Предыдущий драйвер не забрал его именно по этой причине. Потому что он не запускался. Вот видите, такой цвет оригинальный у него. В смысле родной. Не оригинальный. Вот. Такой. Рыж Роберт. Прям молодец. Все дела. Но он даже вот никак не реагирует, что... Даже лампочка кое-как горит. Если они его не запустят, то мы поедем дальше. Сам я его не хочу с ним трахаться. Это мусорный полигон. На минуточку. Вот это вот все. Это переработанный мусор. Его укладывают. Под ним какой-то большой котлован. Потом сверху мусор. И сверху вентиляция. И такая вот зеленая какая-то херня. Пленка. Сверху торф. Или что там, земля какая-то. И сверху там еще укладывают пусты. Получается огромный такой полн зеленый. С трубочками, зорчащими вверх. И в землю ничего не уходит. Он постепенно перегнивает. И опускается сам по себе под своей тяжестью. Перегной такой получается. Не перегной, не знаю. Сам по себе, короче, там варится. Вот так. Ни запаха, ни грязи, ни бомжей, ни свалок. Ничего. Вот такая вот красота. И вот это в черте города мы еще едем. Так что вот такие вот ребята здесь замороченные за экологию. А мы едем в Орландо, забираем три машины. Или две. Пока еще не друзья мои. У нас приключения все идут и идут. Теперь у меня нет габаритов на прицепе. Пойдем покажу, что я уже сделал. Я вчера вот тут замотал изолентой. Ну, теклоном. И сделал даже стяжечку, чтобы крышка не открывалась. Здесь у нас вот такая фигня. Растяжка. Все проводочки. Провода, кстати, вот эти вот. Не провода, а шланги дурацкие. Такие пластиковые. Мне кажется, они лопнут когда-нибудь. Вот эта вот фигня классная. Такая зеленая. Такой прям. Такой молодежный. Вот. И здесь тоже замотал. Прям хорошо все сделал. А вот эти шланги, я их не оторвала. Вчера они были сложены вот здесь. И их, к счастью, не отмотало. Вот брызговик помяло. Вон как сильно. Это я уже его выгнул. Они цепляются вот сюда. То есть вот здесь вот такие вот сакеты. Один поменьше, другой побольше. Но сечения у них одинаковые. Вот это что такое? Это давление, а это обратка. Он вот так вот чик. Туда вот упором таким составляется. И до щелчка. Вот. Дальше что? Я уже почти что выздоровел. Ну вот сейчас если найду причину, почему у меня скорее всего предохранитель сломался. Сейчас я его буду вытаскивать. И скажу, получилось ли вы не получилось. Все. Пошел я гулять за предохранителями. Автозон тут недалеко был. Где-то каратит. Второй. Я короче использовал две двадцатки с разных там источников. И все сгорели заново. А еще я нашел корвет центр. Вот такой вот. Там одни корветы стоят. Ну и какой-то понтиак городский в начале. Вот такой специальный корветный магазин. Так, утро следующего дня. Забрал в салоне Porsche вот такую Мазду. Все логично. Что у нас тут? Немножко коцка. И, ну, короче, шумная машина. Пока вот я на ней ехал, очень шумная. Вверх, по-моему, складывается или убирается. Но она капец шумная. Будете брать себе такую машину, имейте в виду. Шумит капец. Вот так. Сейчас я загружу, но я никуда не поеду. Буду ждать. Ждем мы следующих этих самых машин. У меня еще два места там есть. Надеюсь, мне сегодня диспетчер найдет остатки. А эту машину я поставлю вниз, чтобы полностью освободить верхний ярус и больше ее, ну, не трогать. Чтобы эти перегрузки очень много времени тратить. На это все дело. И все. Сейчас потихонечку-потихонечку. Спайка в городе в это время года офигенно. Очень, ну, душевненько так спится. Прям красота. Нормально, да? Я сам охерел, когда увидел. Так, вон она щемится налево. Я здесь просто всегда ездил прям так, как я еду. Ехал, ехал, ехал до упора, а потом перестраивался. А почему я так ездил? Потому что я тут жив. Это Тампа. Это Тампа. Это прям тот город, где мы жили очень много, очень много. Ну и как обычно, здесь всегда вода спокойная. А здесь всегда, ну, волнуется, короче, там ветерок надувает. И мы едем по... Ну, тут Тампа-Дампа, потом мост, потом снова Тампа-Дампа. Короче, вот как это выглядит на карте. Вот-вот точно так же мы ехали. Настела вот это вот встречала. Сент-Петербург. И направо уходишь и едешь ко мне домой. Ну, в мой бывший дом. Вот сюда вот, направо, на 4-ую стрит. Либо чуть-чуть дальше и еще можно развернуться. С другой стороны заехать. Такие дела. Ха-ха, вот тут вот. А уже и проживали. Красавцы, два штуки. И вон еще один. Хреново видно. Только что мимо полетели. Прям молодцы такие. Мощные парни. Короче, на Монхэме мало народу. У меня вон там виды пустые торчат из рецепа. Зато все у меня горит теперь. У меня теперь вся иллюминация, все подсвечивается. И я вчера все починил. Надеюсь, надолго. Все, пойдем за тачками. Две штуки у меня есть. Сейчас грузимся и едем. Смотрите, береговая экрана. Ну, приземляется. Здесь вообще военные самолеты всякие разные. Военная база. Но они здесь, здесь стройки закаливали. А мы уехали вот сколько давно уже отсюда, да? В Riverview переехали. Потом в Нью-Йорк уехали. А они все строят эту развязку. Мы уже заехали в Пенсильванию. Сейчас заставляем две машины Land Rover и Land Rover. И едем разбуживать Porsche и Audi. Это уже будет в Нью-Йорке. Так что, скоро будем дома. Вот и пенсильванская тема. Архитектура и все остальное. Старые города у них у всех. Столбы стоят. И там провода и все такое. Никто в земле не прятал. А, нынешние постройки максимально все в земле. Так вот все выглядит. Ту-дам. Танк. Вот такой танк-танк. Ну все, скоро поворачивать. Ту-дам. Ту-дам. Подписывайтесь на канал! Добавляю contenok. Пxico дайла слушать. Уси нет. И вдохнику dort!